Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев по приглашению президента Республики Казахстан Касын Джамарта Такаева посетил эту страну с государственным визитом. Его основные мероприятия состоялись сегодня. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждены вопросы укрепления политического диалога, развития торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, расширения культурно-гуманитарных обменов. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной политики. Стратегическое партнерство между нашими странами поднято до уровня союзнических отношений. По итогам переговоров было подписано более 20 документов. Подробности в репортаже из Нур-Султана. Современный мир требует четко выстроенной конструктивной политики. Именно подобным глубоким видением отличается Новый Узбекистан. Инициатива президента Шавката Мерзиёева позволяет, отмечают аналитики, формировать атмосферу политического доверия, дружбы, взаимопонимания и сотрудничества в Центрально-Азиатском регионе. И этот актуальный опыт проецировать на глобальном уровне. Узбекистан и Казахстан. Последние годы стали временем мощной интенсификации контактов. Конструктивная, прагматичная политика сближения наших стран и народов, основанная на неразрывных узах дружбы, добрососедства, доверия с одной стороны... ...с другой позволили, отмечают эксперты, полностью переформатировать пространство взаимодействия, диверсифицировать направление отрасли сферы сотрудничества. Но точек приложения и инициатив незадействованных резервов еще немало. Касается это и товароборота, который даже в непростой период... ...процентных пунктов и программ на треках инвестиционного, инновационного развития проектов культурно-гуманитарного обмена. Потому этого визита ждали. К нему готовились. Он стал знаковым в истории двухсторонних отношений. Но обо всем по порядку. Накануне президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев по приглашению президента Касыма Джамар Татакаева прибыл с государственным визитом в столицу Казахстана, город Нур-Султан. В международном аэропорту имени Нур-Султана Назарбаева в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Главный шоу государства встретил лично президент Республики Казахстан Касым Джамар Татакаев. Прошла краткая встреча лидеров. Второй день визита начался с глубоко символичного события. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев возложил цветы к монументу Отан Каргаушилар, защитникам Отечества в городе Нур-Султане. Мемориал возведен в память о воинах-казахстанцах, сражавшихся во Второй мировой войне. В центре монумента изображен образ Родины Матери. Главы иностранных государств возлагают цветы к подожию памятника в знак глубокого уважения народу Казахстана. Сегодня это сделал руководитель нашей страны. Церемония официальной встречи президента Узбекистана прошла в резиденции Ак-Орда. В честь высокого гостя был выстроен строй почетного караула. Прозвучали аккорды государственных гимнов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вся атрибутика торжества ярко подчеркивала значимость момента. Стороны уверены, проведение встреч подобного уровня позволяет в полной мере задействовать эффективную платформу, для рассмотрения перспективных планов, проектов и программ в сферах политики, экономики, социокультурном измерении. И с этой точки зрения нынешний визит имеет принципиально важное, определяющее значение. АПЛОДИСМЕНТЫ Затем состоялись переговоры в узком составе. В ходе встречи, которая прошла в теплой и доверительной обстановке, главы государств рассмотрели широкий круг вопросов многогранного узбекско-казахстанского партнерства. В том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. А также обменялись мнениями по международной и региональной повестке. Уважаемый Касым Джамал Кеменович, я хочу выразить искреннюю признательность, благодарность. С первого дня пребывания в Казахстане нашей делегации традиционно теплый прием в преддверии праздника 30-летия независимости Казахстана. Это символический наш визит. Долгие столетия дружбы, которым мы дорожим, почву, которую мы закладываем, это будет способствовать только укреплению наших взаимоотношений. В преддверии визита было сделано очень много. МПК провели под руководством премьер-министра, форумы прошли. Это дало большой толчок. Товарооборот до конца года будет более 4 миллиардов. Мы ставим большую перспективу достичь 10 миллиардов. Это амбициозная задача, но я думаю, мы это достигнем. Я еще раз выражаю искреннюю признательность за приглашение. Я думаю, сегодня есть хороший повод обменяться нам мнениями о международной обстановке. Вы правильно сказали, что когда будет Узбекистан и Казахстан сильны, и в регионах будет обеспечена стабильность и мир. Уважаемый Шавкат Мирамонович, мы с большой радостью принимаем вас в Казахстане с государственным визитом. Считаем, что он имеет важное значение с точки зрения продвижения нашего сотрудничества на новый уровень. Сегодня мы подпишем декларацию о союзнических отношениях. Это действительно новый уровень. Пакет документов, который сегодня будет подписан, он придаст дополнительный импульс сотрудничеству между нашими странами. Тем более, мы условились дать поручение правительствам наших стран предпринять самые энергичные меры с тем, чтобы вывести объем торговли до 10 миллиардов. Я думаю, вы согласитесь с тем, что союзнические, стратегические взаимоотношения между нашими странами являются серьезным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Это действительно так, без всякого привлечения. Можно сказать, что чем лучше взаимоотношения между нашими странами, тем более стабильнее будет ситуация в нашем очень важном регионе. На встрече отмечено, что под руководством Касыма Джамар Татакаева сегодня Казахстан продолжает большую созидательную работу, начатую первым президентом Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и уверенно продвигается по пути устойчивого развития. Лидер Узбекистана с удовлетворением отметил высокую динамику отношений дружбы и добрососедства между двумя братскими государствами. За последние годы мы практически перезагрузили сотрудничество и сегодня являемся свидетелями первых значимых результатов совместной работы. Узбекистан и Казахстан – это естественные экономические партнеры. Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Растет взаимная торговля. Увеличиваются объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок. Полностью восстановлено авиасообщение, открываются новые маршруты. Наши ведущие предприятия успешно углубляют кооперацию. За последние годы количество совместных предприятий и проектов увеличилось в шесть раз практически во всех секторах экономики, сказал Шавкат Мерзиёев. Особо отмечено развитие торгово-экономического сотрудничества, где важную роль играют прямые контакты между регионами и бизнес-кругами обеих стран. В преддверии визита президента Узбекистана в Казахстан в Туркестане прошли заседание межправительственной комиссии «Форум регионов» под руководством премьер-министров. Накануне успешно проведен бизнес-форум в столице Казахстана. По итогам этих мероприятий подписаны соглашения и контракты на 6 миллиардов долларов. Налажено производство автомобилей, автобусов и сельхозтехники в Кастанае. Запущены современные текстильные предприятия и выпуск бытовой техники в Туркестане и Шимкенте. В Узбекистане совместно с казахстанскими партнерами реализуются проекты в энергетике, промышленности и химической, пищевой отраслях, строительном секторе. В период пандемии наши страны оказали братскую поддержку друг другу. Активно наращивается взаимодействие в гуманитарной сфере. В рамках возрожденного Ташкентского международного кинофестиваля успешно прошли Дни казахского кино. А на этой неделе в столице Казахстана пройдут Дни узбекского кино. Показали свою эффективность регулярной и консультативной встречи глав государств региона. Сформирована уникальная площадка для открытого и доверительного диалога. Сегодня мы примем историческое решение о выводе двухстороннего стратегического партнерства на уровень союзнических отношений. Это будет иметь огромное значение для обеспечения устойчивого развития, стабильности и процветания не только наших стран, но и всего региона в целом. Мы привержены укреплению отношений дружбы и добрососедства с братским Казахстаном, сказал президент Узбекистана. Лидеры также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Затем главы государств провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран. Президенты обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Приоритетное внимание уделено вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, реализацию совместных проектов кооперации, взаимодействия в сфере транзита и логистики, энергетики, водного и сельского хозяйства. Рассмотрены меры по наращиванию межрегиональных и культурно-гуманитарных связей. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня – взаимодействия по линии международных структур. Лидеры двух стран в целях дальнейшего укрепления стратегического партнерства выразили намерение учредить Высший межгосударственный совет – Совет межпарламентского сотрудничества и Совет министров иностранных дел Республики Казахстан и Республики Узбекистан. В ходе переговоров обозначены новые точки роста, основные приоритеты и целевые задачи двухстороннего сотрудничества. Имеется большой потенциал для значительного расширения номенклатуры и объемов взаимных поставок востребованной продукции за счет замещения импорта из третьих стран. Подтверждением этому является динамичный рост объемов взаимной торговли в текущем году, который, как ожидается, достигнут рекордной отметки в 4 миллиарда долларов. Отмечено наличие всех возможностей для доведения этого показателя до 10 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. В этих целях стороны договорились принять дорожную карту, развивать оптово-распределительные центры и совместные агрокластеры. Стороны подчеркнули важность развития взаимовыгодного партнерства путем создания новых совместных предприятий в различных отраслях экономики. Приоритетными направлениями обозначены такие сферы, как привлечение инвестиций, промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, энергетика, фармацевтика, строительные отрасли. Достигнуты договоренности по реализации конкретных проектов промышленной кооперации. Уже есть успешные примеры такого взаимодействия в машиностроении, энергетике, электротехнической, химической, текстильной и других отраслях. На подходе новые крупные проекты в строительстве, сельском хозяйстве, фармацевтике и других приоритетных сферах. В частности, по итогам состоявшихся накануне деловых мероприятий подготовлен пакет перспективных инвестиционных проектов на сумму свыше двух миллиардов долларов. Для придания дополнительного стимула этим усилиям будет создан совместный международный центр промышленной кооперации. Драйвером наращивания взаимодействия становятся межрегиональные контакты. Так, по итогам прошедшего недавно форума регионов подписан ряд соглашений и торговых контрактов. Главам приграничных регионов двух стран поручено взаимодействовать еще теснее в вопросах взаимных поставок продукции и выработки новых проектов кооперации. Приоритетным направлением обозначена транспортная сфера. Президент Узбекистана подчеркнул важность формирования новых маршрутов, обеспечивающих выход на рынки друг друга и третьих стран. Лидеры условились ускорить проекты строительства железной и автодороги Учкудук-Кызыларда, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Туркистан-Шимкент-Ташкент. Затронуты также вопросы рационального использования водных ресурсов. В этих целях согласились выработать устойчивые долгосрочные механизмы взаимовыгодного сотрудничества и продолжить работу совместной рабочей группы по выработке предложений по всем направлениям водных отношений между двумя странами. Отмечена необходимость принятия совместных практических мер по ускоренному внедрению новейших водосберегающих технологий, реализации совместных мероприятий по лесопосадкам в Приорале. Стороны выразили намерение ТЕСА сотрудничать в сфере внешней политики, продвигая взаимные интересы и идеи регионального сближения в целях обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии. Президенты согласились целенаправленно работать над совершенствованием формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии в целях максимально полного задействования их потенциала при строгом уважении интересов всех государств-участников. На встрече также обсуждены вопросы наращивания гуманитарных обменов, сотрудничества в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, искусства, туризма и спорта. Президент Казахстана отметил, что в Нур-Султане будет установлен памятник Алишер Наваи как символ духовной общности и многовековой дружбы наших народов. По итогам плодотворных переговоров состоялась церемония подписания документов. Президент Шавкат Мерзиёев и президент Касым Джамар Такаев скрепили подписями декларацию о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан. В ней определены цели, отвечающие жизненно важным и долгосрочным национальным интересам двух братских народов. По полному раскрытию потенциала многогранного партнерства. Еще один важный документ. План практических действий по доведению товароборота между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан до 10 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Он создаст благоприятные условия для отрасли и регионов двух стран. В присутствии глав государств были подписаны межправительственные и межведомственные документы. В их числе соглашения в таможенной сфере в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, исследования и использования космического пространства в мирных целях, о создании Международного центра промышленной кооперации Центральной Азии, а также документы по дальнейшему расширению сотрудничества с обли, инвестицией, энергетикой, транспортной коммуникацией, судебно-экспертной деятельностью, обороны, занятости, науки. Приняты дорожные карты по расширению сотрудничества между хакемиатами Ташкентской и Туркестанской областей, городами Ташкент и Нурсултан, Новоийской и Казалардинской областями на 2022-2023 годы. Всего было подписано 22 документа, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-казахстанского взаимодействия. А после основных мероприятий государственного визита проведен брифинг для представителей СМИ. Президенты выразили удовлетворение результатами переговоров, которые прошли в традиционно открытой доверительной и деловой атмосфере. Так, на переговорах был детально рассмотрен весь комплекс вопросов дальнейшего развития многогранного взаимовыгодного узбекско-казахстанского сотрудничества по всем направлениям двухсторонней и региональной повестки. Президенты Казалардинской областями на 2022-2023 годы. Президенты Казалардинской областями на 2022-2023 годы. Президенты Казалардинской областями на 2022-2023 годы. Уважаемые друзья, наш визит проходит в преддверии знаменательной даты 30-летия независимости Казахстана. Пользуясь случаем, хотел бы от имени всего многонационального народа Узбекистана и от себя лично искренне поздравить казахстанский народ с этой юбилейной датой пожелать новых достижений мира и процветания. Мы все являемся свидетелями огромных изменений в последние годы узбекско-казахстанских отношений, которые сегодня основываются на дружбе, доброй и стратегическом партнерстве. Несомненно, в этом очень большая заслуга первого взаимодействия Казахстана Елбасы Нурстана Абишевича Назарбаева. В настоящее время реализация этой политики продолжается под руководством уважаемого президента Казахстана Касамжамарта Кемелевича Такаева. Мы сегодня приняли историческое решение, подняли двухстороннюю сотрудничество на новый уровень союзнических отношений. Это отвечает и исходит из долгосрочных интересов наших братских народов. Поддерживаю предложение уважаемого Касамжамарта Кемелевича о создании новых механизмов нашего эффективного сотрудничества Межгосударственного совета, Межпарламентского совета и Совета министров иностранных дел. Я думаю, эти советы дадут реальный результат. Дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства с Казахстаном является неизменным приоритетом внешней политики Узбекистана. Я хотел бы отметить, что в основе сотрудничества Узбекистана и Казахстана лежит также стремление использовать огромный потенциал взаимодополняемости. Мы намерены объединить наши усилия и находить новые точки роста. Плодотворные переговоры с уважаемым Касамжаматом Кемелевичем прошли в традиционно открытой, доверительной и деловой обстановке. Мы детально рассмотрели весь комплекс вопросов дальнейшего развития многогранного, взаимовыгодного узбекско-казахстанского сотрудничества по всем направлениям двухсторонней и региональной повестки. Особо отмечена актуальность поиска новых возможностей и механизмов для реализации большого потенциала обеих сторон в интересах наших народов. Безусловно, приоритетным направлением является расширение торгово-экономического сотрудничества. Динамично растет показатели взаимной торговли. Только с начала этого года их объем вырос почти на треть. Ожидается достижение рекордной отметки более 4 миллиардов долларов. Сегодня мы обозначили в качестве ориентира увеличение товарооборота до 5 миллиардов долларов уже в следующем году, а в долгосрочной перспективе намеренно довести его до 10 миллиардов. И мы, уважаемый Касымджаман Кемелевич, прошли по всем этим вопросам. И это вполне осуществляемая задача. И есть серьезная основа для этого, потому что мы друг друга дополняем нашей экономике. И в этих целях принята отдельная дорожная карта по достижению 10-миллиардного товарооборота. Будем расширять взаимодействие в сфере поставок сельхозпродукции. Мы договорились о создании агрокластеров, оптово-распределительных и логистических центров, продвижение проекта «Агроэкспресс» с созданием трехсторонней рабочей группы. Одной из основных тем нашей повестки стало углубление кооперации. У нас есть хорошие примеры. Это сборка автомобилей, автобусов и сельхозтехники Кастанаи. Выпуск текстильной продукции и электротехники Туркистана и Шемкенте. В Узбекистане реализуются совместные проекты промышленности, энергетики, химии, стройиндустрии, банковском секторе и другие. Это только начало. Мы полностью будем поддерживать наших казахстанских партнеров и создадим все условия, чтобы им было комфортно в Узбекистане работать. По итогам проведенных в преддверии визита деловых мероприятий подписаны новые инвестиционные торговые соглашения на сумму порядка 6 миллиардов долларов. Таких цифр у нас никогда не было. Это реальные проекты. Следующий год прорывным должен быть в наших отношениях. Эти прорывы должны чувствовать наши народы. Особое внимание мы с уважаемым Касым Джамат Кемелевичем уделили укреплению межрегиональных контактов, являющимся мощным драйвером узбекско-казахстанского партнерства. Будет налажена регулярная встреча руководителей пограничных регионов для продвижения достигнутой договоренности и новых перспективных проектов. Стратегически важным направлением является строительство железной дороги, автомобильной дороги Учкуду-Казаларда, а также высокоскоростной железной дороги Туркестан-Шемкент-Ташкент. С учетом последствий изменения климата и экологических вызовов согласились активно продвигать проекты зеленой энергетики, совместно внедрять новейшие водосберегающие технологии, проводить совместные мероприятия по лесопосадкам приорали и работу международными донорами. По таким важным, я бы сказал, стратегическим направлениям, как транспортные проекты и рациональные использования водных ресурсов, уважаемые представители средств массовой информации, в нынешнее нелегкое и противоречивое время культура и духовность приобретают еще большее значение, воздействуя на умы и сердца людей, особенно молодого поколения. Мы договорились активизировать взаимные обмены в сфере культуры, науки и образования, а также здравоохранения и туризма, создавать филиалы ведущих вузов. Мы будем принимать все усилия, чтобы наша договоренность по гуманитарной составляющей, по открытой филиалам вузов исполнялась. Хотел бы выразить особую благодарность Касым Джаман Кемелевичу за решение об установлении памятника великому поэту и мыслите Мир Алишера Наваи Нурсултане. Как известно, недавно успешно прошли Дни Казахстанского кино в рамках Ташкентского кинофестиваля. В Нурсултане открываются Дни Узбекского кино. В популярной основе будет проходить год Узбекистана в Казахстане и год Казахстана в Узбекистане. В следующем году мы планируем совместно провести в нашей стране первый конгресс молодежи и форум творческой и научной интеллигенции. Таким образом, народы двух стран получают замечательную возможность лучше узнать о жизни друг друга. Ведь воспевающие высокие идеалы гуманизма, культура и искусство, литература сближает народы, укрепляет их дружбу и братство. Дорогие друзья, мы подтвердили свою приверженность развитию конструктивного диалога и тесного сотрудничества, которые будут строиться на принципах взаимного доверия, уважения и поддержки. Именно эти принципы лежат в основе внешней политики нашего государства, являются ключевым направлением стратегии развития нового Узбекистана. Я хочу подчеркнуть, сегодняшний Узбекистан – это уже далеко не вчерашний Узбекистан. Мы открыты миру и прежде всего нашим братьям, нашим соседям. Вы сами видите, что сегодня сняты все барьеры, тысячи казахов и узбеков свободно ездят друг к другу через границу, укрепляют родственные и дружественные связи. В настоящее время в нашей стране проживает более 800 тысяч этнических казахов, граждан Узбекистана. Им созданы все условия для развития национальной культуры, языка и традиции. Действует около 400 школ казахским языком обучения. Уже 30 лет в Узбекистане активно работает казахский национальный культурный центр, имеющий 8 региональных отделений. Мы гордимся, что среди наших сограждан казахов есть удостоенные высокой звания Героя Узбекистана и других государственных наград. Сенаторы и депутаты, министры и генералы, руководители крупных предприятий. Уважаемые журналисты, сегодня общие позиции и инициативы Узбекистана и Казахстана звучат на глобальной арене, способствуя стабильности и устойчивому развитию нашего региона. Мы стремимся обеспечить глубокую интеграцию Центральной Азии, глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры. Нам удалось сформировать эффективную площадку консультативных встреч глав государств Центральной Азии, в рамках которой определяются пути комплексного развития нашего общего дома. Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам противодействия вызовам безопасности и стабильности в регионе, прежде всего на фоне ситуации в соседнем Афганистане. Наши позиции в этом вопросе полностью совпадают. Мы поддерживаем инициативу Казахстана в рамках его председательства, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также сотрудничества независимых государств. Будем тесно взаимодействовать в ходе председательства Узбекистана, Шанхайской организации сотрудничества и организации экономического сотрудничества. Мы также договорились принять программу в целях широкого празднования в следующем году 30-летие установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном. Дорогие друзья, в ходе настоящего визита мы подписали солидный пакет документов. Самым главным, как я уже сказал, является декларация о союзнических отношениях, которые свидетельствуют о высочайшем уровне доверия и партнерства, готовности идти вместе и оказывать всемирную братскую поддержку друг другу. Мы твердо привержены укреплению многоверного добрососедства и полномасштабного сотрудничества в целях процветания двух братских народов. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Казахстан и Узбекистан являются крупнейшими экономическими партнерами в регионе. В ходе переговоров перед правительствами двух стран поставлена задача доведения объема торговли до 10 миллиардов долларов. Мы считаем, что это вполне достижимая цель. В качестве положительного фактора следует отметить запуск дополнительных авиарейсов между столицами и крупными городами, открытие новых автобусных сообщений, проработку новых железнодорожных маршрутов, снятие ненужных барьеров и преград. Все это с большим воодушевлением воспринимается нашими народами и служит стимулом для дальнейшего сближения братских народов. В этой связи сегодня мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем приняли решение вывести наши межгосударственные отношения на уровень союзничества. Принципы нашего союзничества отражены в подписанной нами только что Декларации о союзнических отношениях. Таким образом, мы с уверенностью можем заявить об открытии новой яркой страницы славной летописи казахско-узбекских многогранных связей. В то же время союзнические отношения между Казахстаном и Узбекистаном – это, безусловно, серьезный вклад в обеспечение стабильности в Центрально-Азиатском регионе и его процветании. В отношении данных у нас есть полное взаимопонимание и даже договоренность с уважаемым Шавкатом Миромоновичем. Уважаемые коллеги, сегодня мы провели плодотворные переговоры в духе дружбы, доверия, взаимной поддержки. Определены магистральные направления нашего дальнейшего многопланового взаимодействия. Приоритетное внимание, конечно, уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества. В этом ключе отмечена необходимость поиска новых ниш и расширения товарной номенклатуры. Мы также обсудили перспективы создания мощной инфраструктурной базы путем запуска межгосударственной товаропроводящей системы. Казахстанские инвесторы готовы вложить средства в их строительство в Узбекистане. Серьезный импульс взаимной торговли придаст расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе. Наши страны способны не только обеспечить продовольствием центрально-азиатский регион, но стать своеобразными гарантами продовольствия безопасности в гораздо большем географическом масштабе. Естественно, здесь важную роль будет играть Узбекистан, как мы сегодня условились называть Узбекистан державой в области плодовочного хозяйства, что экспортные возможности братского Узбекистана именно в этой сфере практически не ограничены. Вместе с тем, потенциал в агропромышленном комплексе далеко не исчерпан. Казахстан готов к совместной реализации проектов, в том числе по глубокой переработке мясных изделий, овощей и фруктов. Мы согласились, что одним из драйверов партнерства служит наращивание промышленной кооперации. В последние годы наблюдается неуклонный рост совместных производств в этой области. Достигнуты договоренности по запуску ряда якорных проектов. Они направлены на создание тысяч рабочих мест и внесут весомый вклад в социальную поддержку граждан наших стран. В ходе переговоров... ...важности. Очень важно, что Казахстан и Узбекистан последовательно выступают за обеспечение баланса между ирригацией, гидроэнергетикой и экологией. Мы рассмотрели возможность взаимовыгодного сотрудничества в сфере новых технологий и применения цифровых решений. Особое внимание мы традиционно уделили культурно-гуманитарным связям, являющимся прочным фундаментом казахско-узбекских отношений. Я хотел бы с большим удовольствием сообщить о принятом мной решении возвести в нашей столице памятник великому сыну узбекского народа, выдающемуся поэту-просветителю Алижеру Новойе. Уверен, это будет реальным украшением города Нур-Султан. Мы приветствовали инициативу о проведении на регулярной основе форумов творческой интеллигенции двух стран. Я с большим удовольствием воспринял предложение уважаемой Шаркот Миромоновича именно регулярно проводить соответствующие мероприятия для продвижения наших культур. Туристическая отрасль. Потенциал Узбекистана в туристической сфере огромный. Казахстан также обладает туристическим потенциалом, особенно в той части, которая касается Туркестана. Мы говорили о важности создания туристического кластера, планируемое строительство жизнедорожной линии через Чемкент, Туркестан и Ташкент. Это очень весомое инфраструктурное дополнение к нашим планам по развитию кластера в области туризма. Естественно, мы с большим воодушевлением восприняли известие о победе Узбекистана в отношении проведения Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации ООН именно в Самарканде в 2023 году. И Казахстан примет самое активное участие и окажет содействие, если в этом есть необходимость. Мы констатировали наличие практически общего подхода к проблеме Афганистана. Казахстан и Узбекистан являются партнерами, союзниками и в отношении этой проблематики придерживаются практически идентичных позиций. Итоги встреч и переговоров на высшем уровне подписаны солидный пакет из более чем 20 документов. Еще раз демонстрируют твердое стремление официальных Ташкента и Нурсултана углублять взаимодействие. Об этом говорит принятое решение о выводе стратегического партнерства на уровень союзнических отношений. Конкретные задачи поставлены перед экономическим блоком, перед межправкомиссией по развитию партнерства на уровне регионов. Сверен часы по региональной и международной повестке. Все сориентировано на то, чтобы наши страны и народы стали еще ближе. Вслед за переговорами на высшем уровне президент Шавкат Мерзиёев провел встречу с первым президентом Республики Казахстан Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. В начале беседы глава нашего государства сердечно поздравил его с днем первого президента, который отмечается в первый день декабря в знак признания выдающихся заслуг основателя независимого Казахстана. Лидер нашей страны отметил, что благодаря глубоко продуманному политическому курсу, обозначенному Нурсултаном Назарбаевым, братский Казахстан достиг огромных успехов во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни. Шавкат Мерзиёев отметил большую значимость программного выступления Елбасы на расширенном заседании партии Нур-Отан. Озвученные первым президентом Казахстана семь столпов являются стержнем сильного государства и здорового общества, независимость, единство, бережное отношение к земле, семья и традиции, культура, образование и работа, прагматизм. Президент нашего государства высоко оценил личный вклад Елбасы в развитие стратегического партнерства между Узбекистаном и Казахстаном. Логическим продолжением интенсификации контактов стало подписание сегодня в декларации о союзнических отношениях. Руководителям нашей страны выражено твердое намерение продолжить добрую традицию проведения года Узбекистана в Казахстане и года Казахстана в Узбекистане и придать им регулярный характер. На встрече обсуждены вопросы регионального взаимодействия. На пространстве Центральной Азии активизирован политический диалог, запущен механизм консультативных встреч, сформирована атмосфера дружбы и доверия. Нурсултан Назарбаев подчеркнул значимость нынешнего государственного визита для дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Затем Шавкат Мерзиёев посетил музей первого президента Республики Казахстан. В музее в первозданном виде сохранены рабочие кабинеты Назарбаева. В мочилиз-зале, где проходили совещания и встречи с журналистами, расположена экспозиция, повествующая о развитии современного Казахстана. Многие экспонаты демонстрируют внешнеполитические связи Казахстана с зарубежными партнерами. В ходе государственного визита президента Узбекистана состоялось открытие нового здания посольства нашей страны в городе Нурсултане. Президенты Шавкат Мерзиёев и Касым Джамар Такаев, разрезав символическую ленту, торжественно открыли новое здание дипломатического представительства нашей страны. Прозвучали государственные гимны двух стран. Президент ознакомились с созданными в посольстве условиями. Современное здание возведено строителями нашей страны. Помещения оформлены в национальном стиле. На территории дипломатического представительства расположено основное здание, консульский отдел, жилой дом для сотрудников, резиденция главы дипмиссии, детская и спортивная площадки. В переговорных комнатах конференц-зале созданы современные условия. Особое внимание уделено эффективной организации рабочего процесса. Широко внедрены информационные технологии. Установленное здесь интерактивное оборудование позволяет проводить переговоры в онлайн-режиме. Для эффективной консульской деятельности установлена система электронной очереди. Посетители могут получить необходимую информацию интерактивными средствами. Необходимые условия созданы и для людей с особыми потребностями. Словом, все в новом здании ориентировано на качество и эффективность работы, нацеленной на дальнейшее расширение партнерства с братской страной. Шавкат Мерзиёев и Касым Джамартакаев оставили запись в книге почетных гостей посольства. Глава нашего государства посетил сегодня и офис цифрового правительства, расположенный на территории Экспо в городе Нур-Султане. Офис был открыт в сентябре этого года и предназначен для автоматизации первичной аналитики, подготовки прогнозов и сценариев развития, мониторинга и выявления рисков срыва достижения целевых показателей. Он включает в себя национальный аналитический центр, центр цифровой трансформации и национальный проектный офис. Лидер нашей страны также ознакомился с ситуационным центром и его возможностями. Он будет иметь доступ ко всем базам данных и тесно взаимодействовать с регионами, что позволит видеть реальную ситуацию в онлайн-режиме. К примеру, данные по темпу роста вакцинации в стране. Были продемонстрированы возможности аналитической платформы по внутренней и внешней торговле. С ее помощью в онлайн-режиме можно осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные стоимостные показатели. Для того на базе офиса будут запущены проекты в сфере инноваций и аэрокосмической промышленности. Главное, что государство подчеркнул важность обмена опытом в данном направлении, широкого внедрения технологий искусственного интеллекта в процессы государственного и бизнес-управления. На этом государственный визит президента республики Узбекистан Шавката Мерзиёева в республику Казахстан завершился. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...